по которой я и вышел в эту деревню так что брат идешь в тайгу на день припаси припасов припаси аж себе на 3 понял понял нормально и вот загулял лихой огонь в печке загудела в трубе прокоп чуть приоткрыл дверцу чтоб дышалось в топке ровнее и дым этот а дров березовых вкусно вкусно так пахнет и спустя пару часов в избушке было уже темно дрова все прогорели и через щель в подувале виднелся лишь тусклый такой свет тлеющих углей спать еще не хотелось вообще и прокоп начал свою очередь историю однажды зимой пришлось мне лететь из райцентра погода была хорошей но ожидали усиление ветра поэтому пилоты торопили нас и опоздавших ждать не стали вообще те кому приходилось летать на аннушках и вертушках не могли не видеть как богата наша тайга сказочно красиво она с высоты птичьего полета выглядит словно обсыхающая после кисти художника как акварель нарисованная ух распадки похожая на сшитое из лоскутов одеяла и все во что упирается взгляд кажется иным не похожим ни на что ни на то что все видит человек внизу понимаешь даже зимой когда все в черном белом цвете тайга внизу и замерзшие реки выглядят великолепной картиной уже при подлете к поселку видимость стала уже ухудшаться заснеженная лента реки открылась неожиданно будто раздернули портьеру у склонов хребта уже различим был наш аэродром ну ровная поляна на берегу реки в это время аннушку но я так а называю аннушка аннушку зашатала с крыла на крыло и брякнула воздушную яму в консервной банке кукурузника именуемой салоном все окнули не закрепленный в тяжел тяжеленный такой рюкзак геолога громыхнулся под нищу грузно врезался в борт внезапно в салоне вдруг потемнело в окошке сплошная серая пелена натужно ревя мотором это аннушка пошла на посадку но очевидно сильный порыв ветра развернул ее от намеченного курса понял и швырнул в неизвестность ощутимый удар землю ощущение полета и снова толчок от которого все население салона по инерции бросает кабине пилотов поймешь все стоит руки но и все вот так стоим руки но и целы ушибы не счет обе руки было целой ноги с матюками народ уже выбирается из самолета приземлились довольно удачно правда поперек поля уткнувшись носом в сугроб и сломав одну лыжу крестов по случаю чудесного спасения не ставили отправили начальника аэропорта петровича за водочкой и отмечали это событие аж до утра пока не закончилась это пурга на больших самолетах летать мне не приходилось да и шо с них увидишь высоко только контуры как из космоса жаль шоу гробили малую авиацию сколько ж пользы от нее было раньше на аннушке да на вертушках пассажиров и почту возили геологов и охотников тайгу забрасывали и поля еще опыляли а сколько людей спасали а а сейчас шо одним словом работяга был кукурузник а теперь только большие шишки да олигархи на этих вертушка говорят только летают тепло от печки струилась вверх по стенам и опускалась вниз обволакивая усталых спящих людей задремал и прокоп утомленный своими воспоминаниями или долгим переходом до встречи такой случай саян рукопись не окончена глава 1 заехали как-то двое мужиков на сто тридцать километров вверх по большой реке на деревянной лодке ну и пять дней шли они вверх да в пороге верхнем они перевернулись и лодка их в щепки разлетелась остались они на берегу куковать в мокрых одеждах да и без всего утонуло все остальное ну было середина сентября и снежок уже в тех местах пробрасывал а там есть глухая сибирская тайга и медведи там как собак в деревне летом и решили мужики сразу же спускаться вниз чтоб судьбу свою не испытывать до вечера шли они берегом обсуждали насколько они встряли а когда уже стемнело то оказалось что не только голод к ним всю дорогу подбирался а и сам хозяин тайги медведь ну значит после того как все у мужиков уплыло а найти хоть какую-то вещь не представляла вообще никакой возможности так как глубина после порога было около пяти метров замерзшие голодные они решили заночевать под большим развесистым кедром где было сухо и комфортно в таких диких местах медведь не пуган и поэтому слишком он любопытен ну а значит и его появление не редкость у лагерей рыбаков или просто каких-то туристов стемнело мысль об огромном расстоянии не давала покоя и путники вдруг решили как-нибудь проведем эту ужасную ночь а завтра уже попытаемся найти еду и хоть чуть подкрепимся надежда на встречу с охотниками православиками заехавшими в тайгу на зимний сезон у них не умирала ребята впервые оказались в такой далекой глупше приехав на машине и заплатив три тысячи рублей за аренду лодки они установили свой мотор и ушли вверх где и перевернулись опыт был лишь озерный да и чуть морской а по реке поплыли они впервые но заснуть им не дал треск сущев в темноте неподалеку медведь учуял человека но не решался подойти или просто не хотел но когда они услышали ров зверя уже вблизи они сорвались и понеслись голубом вдоль берега вниз боясь обернуться на скользких камнях мужики изредка запинались и падали но не останавливались это был впервые пришедший за их жизнь животный страх перед непонятным но совсем неизбежным так оно и рассвело путники шли молча в тумане подбирали шишку и щелкали ее с великим превеликим удовольствием старшему очень хотелось курить и он матерился когда спотыкался какие-то камни оба они нервничали вдоль берега вовсю плескался хариус а поймать его не было никакой возможности так и прошел еще один день и вот садилось солнце оба друга подошли к огромной яме как вдруг круговоротом медленно ходила вода и крутила опавшую из деревьев листву ну они сели на колодину чтоб передохнуть и шелушили свои шишки как вдруг младший вдруг охнул и схватил старшего за рукав смотри крикнул он и у них в ту же секунду волосы стали дыбом все-таки многое познается в сравнении если бы мужики благополучно рыбачив здесь летом медленно спускались по речному берегу и увидели охотничью избу они бы и значение ей не придали но мало ли охотников везде-то полно но когда младший дернул за рукав старшего увидев крышу избушки которая стояла в метрах так 50 от речки в висках у последнего сильно запульсировала от резкого прилива адреналина и при попытке что-то сказать он поперхнулся резко встал и побежал по тропе которая вела к спасению спустя час оба путника уже сидели на нарах которые были застеленные матрасами которые они сняли с потолка охотники обычно скручивают их в тюки и подвешивают вверх чтоб шадаки бурундуки или просто мыши не превратили в гору источенной ватой приятно потрескивали дрова а в кастрюле кипели рожки дурманя голову при мысли только об одном их поедании две банки тушенки и одну сгущенки они случайно нашли в тайничке который был расположен в 20 литровом алюминиевом фляге которая была привязана на большом кедре на пятиметровой высоте оба они молчали и смотрели на выходящий из кастрюли пар каждый думал о своем а впереди были еще многие километры пути мы если бы они знали через что им еще придется пройти эту рыбалку впоследствии они запомнят на всю свою оставшуюся жизнь проснулись они где-то уже к обеду заварили лапшу роллтон который нашли в том же тайничке попили чайку и направились на разведку территории так как вчера сполна не успели быстро стемнело до их добавок изрядно подустали к тому же в процессе поиска были найдены гвозди капканы с тросами спички сухари и самая желанная находка это был топор теперь надо было строить плод так как обследование береговой территории в поиске спрятанной лодки результатов не дало в общем план был таков нужно было соорудить плод добраться до большого порога где есть три деревянные лодки староверов ну а там уже за пару дней река должна вынести их уже к деревне большой порог находился в 60 километрах от поселка и и весь путь делился на два участка первый до него где было еще два небольших и вполне преодолимых порожка и второй уже после него где их было аж семь и довольно таки злых когда мужики шли вверх то первый участок был пройден на ура так как вода была большой а их новенький мотор тухацу 40 резво вез вверх издавая такой приятный рокот до большого прошли за два дня потому как в первый день стартовала поздно из-за долгого ожидания местного старичка хозяина этой лодки ну и пройдя первые 20 километров пути заночевали они на красивой косе где подстрелили зайца и приготовили отменное жаркое которое впоследствии было съедено под водочку и салат с помидорами да еще и с майонезом на второй день уже к обеду добрались до большого порога внизу которого астана и оставили лодку перетащили все вещи и мотор тоже наверх установили его на одну из четырех лодок и заночевали на большом одном из самых красивых и труднопроходимых порогов в сибири здесь висела табличка на которой сообщалось о более 60 утопленников при неудачном прохождении этого свирепого участка реки по словам же местных их было более сотни остальные пороги проходили с берегом медленно но верно волоча лодку за веревку как бурлаки но последний оказался самым роковым глубокий такой с большими валами и несколькими бочками он внушал страх из-за непроходимых скальных берегов и преодолеть его можно было лишь двигаясь точно посередине ни влево ни вправо и они решились длинная деревянная лодка как нож по маслу резала валы и они уже почти вышли вверх на быстрый узкий слив как вдруг заглох мотор их в секунды развернула и свиревая речка с легкостью перевернула эту лодку а на нижнем выходе из порога об камни раздавила ее вообще в щепки а потом была уже холодная вода долгие попытки выбраться на берег из пенных водоворотов и глубокое разорчирование на берегу плод сделали за три дня вход шло все на что хватало только мозгов вокруг было белым белого снега и камушки по берегам уже имели налить на мерзающую ночью тронулись мы уже после обеда когда потемнело и снег на солнцепёках начал уже подтаивать как поплыли то сразу же стали мокрые по пояс так как самоделкин плод был далек от нормальной лодки на резких поворотах реки их постоянно прибивало к берегу где плод грозил разбить оволуны или забить под нанос и вместе с его пассажирами к вечеру мужики уже приловчились и заранее перед поворотом резво гребли к противоположному берегу начало уже темнеть и причалив сплавщики начали обсуждать плыть ли в ночь или заночевать под кедром но после того как подул уже холодный ветер пронзающий аж до самих костей они судорожно принялись разводить костер и рубить мелкие пихтушки готовил лапотник на подстилку для своего ночлега ну и выбрали они отличное место где со временем нанесло огромную кучу бревен и веток который впоследствии хорошо так высохли и ребята принялись поедать последнее богатство это была лапша высушив одежду они улеглись ближе к костру и крепко задрыхли даже если бы к ним ночью подошел медведь и решил бы поздороваться с ними за руку так сказать они вряд ли бы проснулись уж больно тяжело им давался этот сплав когда ты на рафте и за тобой плывут еще пару четверок это здоровый экстрим со сверкающими от удовольствия глазами и мыслями о предстоящем горячем ужине под водочку и веселые беседы а когда нет ни еды не уверенности в средстве передвижения когда на каждой волне боишься что опрокинет разобьет и ты пойдешь пешком неизвестно сколько когда может заболеть или травмироваться твой напарник или ты еще многое и многое другое вот это и обескураживает и подавляет с ужасно шузосающей силой на следующее утро попив чайку со смородиной куст который рос почти прям под ногами путники отправились дальше к обеду уже выглянуло солнце принесшие им хоть малый но все-таки позитивчик плод спокойно качала на мелких волнах вокруг мелькали камни на чистом дне старший рассказывал какую-то прикольную историю из его жизни и мужики громко рассмеялись а эхо от этого смеха как будто бы как будто бы оживляла эту мрачную часть тайги и вдруг младший на миг прислушался а затем резко крикнул тихо впереди и они услышали какой-то шум это ж порох мать его крикнул старший трасса от капканов которые ребята нашли в избе были использованы на скрепление бревен этого плота а а три из них связали вместе и закрепили на нос конструкции чтобы на порогах можно было не не рисковать а идти берегом держа плот за этот трос и аккуратно его так сплавлять не успели они опомниться как начали входить в поворот гул быстро нарастал как и скорость воды мужики гребли сколько есть сил до боли не хотелось перевернуться и потерять с таким трудом сконструировано ими боевого коня с таким темпом как они шли можно было уже через два дня подойти к большому порогу там была картошка ведро которое они оставили как ненужные излишки эти пару дней без еды лишь на чай со смородиной да и шишкой можно было бы запросто протянуть успеем греби греби кричал младший и вот он закон подлости резкий треск и весло в руках у старшего ломается прям пополам плод резко ставит поперек этой же реки и начался вход в порог когда ты в нем ты как будто переходишь в какое-то другое измерение где слышишь грохот в ушах и как ни странно свое собственное дыхание у тебя в висках начинает колотить от всплеска адреналина и ты становишься единым целым со своим платом не той мышцы которая бы не работала в этот момент а если ломается весло то это как на машине впереди поворот ты выкручиваешь руль влево а машина идет прямо два вала прошли нормально на на третьем случилось то что больше всего боялись мужики и через мгновение старший уже наглотавшись воды пытался вплавь догнать этот плод но тот все быстрее и быстрее уносила по течению прочь потому как человек и плод были на разных струях реки и шансы догнать уплеу плетучивалась улетучивались с каждой секундой намокшая тяжелая одежда и обувь ужасно мешали плыть снять хотя бы сапоги это обречь себя на муки в пешке оставалось лишь выбирать куда же ты сука куда задыхаясь промолвил человек последнее слово было произнесено с болью в душе и таким глубоким разочарованием в надежде доплыть а не ковалять пешком а вокруг все бурлило и перемешивалась глава 2 выбраться старшему удалось лишь спустя около полу километра вода была теплее воздуха и когда он вылез на берег его взял жуткий азноб а спустя мгновение им овладел уже у кричит младу чаю у берега вниз торгом ловят ворот пока паскалу тихо старшкой на лишая из-за торгизи от штат святой тирдиллобе перелома вы сдвину к плоту унесла свирепая речка от этой как будто рубили дерево но не топором взял лампу и пошел берегу ну а дальше ты уже знаешь когда славик закончил свое повествование олег уже и дрых иногда тяжело кашляя и суча ногами а время медленно отсчитывала минуты до их счастливого прибытия домой на утро хорошо выспавшись что запланировали с вечера так как оба были в отпусках и смысла уже торопиться не видели никакого мужики подкрепились той горе картошкой сваренной в котелке с кубиками роллтона которые в дар путникам кто-то любезно оставил и решили провести весь день в данной местности сидели на берегу и грелись на солнышке которая решила напоследок подарить путникам тепло и поднять их разбитое настроение славик как матерая ищейка нашел две пачки легендарнейших папирос беломор канал и олег увидев такое чудо не поверил своим глазам и в одном прыжке вырвал их ухочущего славика вспоминая как всю дорогу мечтал о сигаретах старший вышел на воздух он так бережно открыл пачку зажег папироску и затянулся с невероятным для него наслаждением но что-то не пошло начав сильно кашлять и чуть не задохнувшись он выбросил эту папиросу вообще в сторону и вошел назад в избушку разочарованный такой и злой я же поклялся тогда бросить курить с обитой в голосе в голосе промолвил олег и вытащил еще одну сигаретку пошел попробовать еще раз но начав опять кашлять и громко материться также он вбежал назад в избу и швырнул пачку во все еще злорадно хохочущего над ним славика чертовщина какая-то с досадов выругался олег но вот то было их удивление когда забравшись под нары младший вдруг издал удивленный возглас вау из-под них вдруг вытащил деревянный ящик покрывшийся пылью и сухой травой и мужики его бережно открыли в этом ящике было аккуратно сложено то что так необходимо в тайге и это то без чего абсолютно нет смысла пускаться в такое путешествие то что может спасти от голода и неминуемой гибели при условии если ты этим конечно умеешь пользоваться спустя целый час мужики сидя на нарах за столом перебирались снасти случайно найденные под нарами в деревянном ящике и выбирая мормышки под цвет той паденки которые всю дорогу видели уже мертвой на берегу обсуждали предстоящую впереди рыбалку неимоверно хотелось рыбы того ароматного малосольного хариуса и свежесваренной ароматной ухи за которые они ехали наши рыбаки в такую-то даль я бы мля еще щас сырую сожрал бы присыпав солью еще с улыбкой сказал олег и посмотрел на славика а тот ему ничего не ответил а лишь так криво улыбнулся полностью погрузившись в сооружение смертельной ловушки для рыбы которая всю дорогу так активно плескалась как будто бы издеваясь и дразния путникам своим своим лакомым присутствием спиннингов к сожалению они не нашли но олег сходя недалеко в чащу вырубил небольшие тонкие и легкие палки впоследствии превратившиеся в удилище но славик решил ловить на верховую привязав к удочке лишь одну леску а на ее конец муху олег же будучи любителем поплавочной поплавочной снасти повязал на леску по очереди поплавок затем грузила и две расходящиеся в разные стороны мормышки мужики взяли два пакета под рыбу из кучи валявшиеся под нарами и пошли на речку кого она там ловит то уже снег по берегам лежит смотря на красиво плескающую рыбу спросил славик ты давай иди ниже порога а я пойду выше через пару часиков встречаемся в избушке сказал олег и рыбаки с надеждой на хоть какой-то улов разошлись в разные стороны под ногами гудела земля от грохота движущейся в пороге воды а снег медленно таял на огромных валунах источенных за десятки лет этой могучей и живой рекой олег прошел горой по уже набитой вокруг порогом тропе настроившись на большую рыбину он с гордостью закинул удочку вверх по течению и поплавок сразу же ушел под воду зацеп глубину делаем меньше и кидаем еще раз вслух произнес он и потащил из воды снасть как вдруг удилище в руках начало бить и хариус пулей вылетел в воздух перевернулся и стремительно полетел обратно затем леска туго натянулась и рыба пошла вниз по течению с широко открытыми глазами олег побежал прям за ней крепко держа странное не внушающее доверие удилище запинаясь и тяжело дыша от резкого прилива адреналина вот это да выкрикнул он когда увидел красно-синее тело ломтя распрямившегося расписной пятнистый спиной плавник и ткнувшегося носом прямо в берег но все еще плавающего в воде вдруг рыба резко дернулась и отцепилась этого крючка олег почувствовал как на мгновение остановилось время и он как будто завис в пространстве мозг за этот короткий миг проанализировал ситуацию перебрал возможные варианты и принял решение кинуться за этой рыбой и олег начал руками быстро вычерпывать уже мутную воду стараясь подцепить и выкинуть на берег трофей хариус вылетел на камни и не желая совсем сдаваться прыгал быстро скатываясь вниз опять к воде олег упал на него на него всем телом прямо вот так сверху и замер рыба шевелилась где-то в районе живота с осторожностью он ее достал начал разглядывать пойманного монстра так будто ни разу не видел вообще такую рыбу затем поцеловал ее в нос бережно положил красавца в пакет вымыл руки глотнул вкусной воды и закинул удилище еще раз бедный славик как только закинул свою мушку в тот же миг увидел в аномально прозрачной воде как из-под огромного валуна торпедой прошла на подъем гигантских размеров какая-то красно-серая рыбина и взлетела в воздух грациозно так перевернулась ударила хвостом напряженно державшую человека мушку а в это время параллельно движением чудо рыбы губы славика в такт ее движением описали странную какую-то гримасу из широко раскрытыми глазами совгнувшись и вытянув как страус шею и он подсек этого крокодила и лишь на миг приятно почувствовал азартно заводящие биение удочки заводящие биение удочки сделай сам через мгновение уже держал переломанный пополам ее обломок та ну нафиг выругался он и с улыбкой на лице голопом побежал в избушку где находились сокровища человеческого рода это были снасти соорудив подобное он пулей полетел в лес как индейец топором в руке и и вырубил три подобия удочек с и с ветками приволок их на берег даже не ошкурив эти палки а лишь обрубив мешающие ветки он повязал леску на одну из них подстраховавшись и прикрепив ее начало на комель встал в позу рыбака охотника за трофейной добычей гигантских размеров и закинул муху в то же место незамедлительно последовала поклевка хариус черныш а кто был тогда тот крокодил спросил он сам себя вслух и продолжил кидать в места где в глубине покоились огромные скальные вылизанные за столетия волны поймав с десяток неплохих хариусов а он сел на один из освободившихся от снега камней и не на шутку задумался в ящике лежит куча блесен а если попробовать на них блин там же есть еще инерционная катушка и славик опять помчался к избушке прыжками преодолевая на пути огромные камни прошел час олег уже на пару километров вверх оставляя аккуратно сложенные кучки рыбы помеченные воткнутыми между камнями палками снег на берегу растаял и ходить стало намного легче в завораживающей синеве ясного неба высоко кружили два ястреба как будто внимательно изучая путников славик вырубил небольшой длины такую палку примотал к ней катушку стальной проволокой которую нашел под крышей избушки на конце он соорудил одно кольцо из того же материала и настроив странного вида спиннинг с успехом ловил небольших таких линков на блесну изродка попадался и крупных размеров хариус рыбу славик насаживал через жабры на ветки свисавшегося на каменистый берег тальника что напоминало картину фильмы ужасов олег с трудом поборов этот азарт собрал четыре аккуратно сложены по берегу кучки рыбы и пакет стал разрываться уже от тяжести за тремя остальными он решил сходить попозже и как условились направился к избушке гордо неся в обеих руках полный пакет в предвкушении момента встречи ну а славик тем временем подошел к широкой косе где была узкая протока которая отделяла берег на которой находились путники перейдя вброд по ровному каменистому дну тихую протоку он решил забросить здесь спиннинг как его нога вдруг внезапно натолкнулась на недавно обглоданный скелет какого-то животного и он вспомнил ужасный рассказ олега по спине вдруг пробежали какого-то неизвестного вида мурашки которых он ранее не встречал и то ли просто страх то ли чувство самосохранения взыграло у него внутри и он медленно попятился назад перебежав прыжками обратно через протоку он принялся собирать в охапку висевшуюся на ветках рыбу на обратной стороне места улова олег снимал деревьев то хариуса то линка и улыбаясь что-то про себя бурчал двигаясь навстречу славику когда они встретились старшему пришлось констатировать факт неожиданного превосходства улова младшего и по-отцовски его обняв за плечо он взял спиннинг и из его рук раскладывая странную палку являющейся спиннингом последовал за славиком к избушке он подсолил рыбу разложил ее в пакеты они вынесли их на улицу и закопали прямо в снег который не успел растаять в тени высоких пихт но уже схватился ледяной корочкой от пришедшего с вечером мороза спустя полчаса они уже сидели за деревянным столом на аккуратно срубленных нарах и ожидая быстрой засолки мелких рыбешек в чашке закрытой тарелкой голодными уставшим взглядом заворожено наблюдали за выходящим паром из кипящей кастрюли картошки ну что жалеешь что так все вышло да нет а ты да и не посмею никогда в печи продолжали тихо щелкать горящие березовые дрова а за окошком уже хозяйничал легкий осенний мороз глава четвертая спустя пару часов в избушке было уже темно так как дрова в печке про и дали мужики уселись в спасительную лодку и двинулись дальше навстречу будущего провожая грустным взглядом обвораживающие своей неповторимой красотой места которые с каждым метром удалялись от них все дальше и дальше куда-то в прошлое на протяжении четырех километров свирепая река была необычайно спокойной какой-то лодку тихо покачивала и медленно разворачивала то в одну то в другую сторону а яркое солнце приятно согревало двух неподвижно сидящих людей загипнотизированных свежим лесным воздухом и томящей тишиной где-то на берегу изредка слышался свист переговаривающийся друг другом рябчиков продолжаться плескаться рыба а редкие белые облака лениво ползли по синему небу река постепенно начала заворачивать направо и под конец перешла в резкий поворот после которого берега стремительно сузились превратив ее тихое течение в какой-то бурный поток который быстро набираюсь набирал скорость славик а ну подъем выравниваем лодку а ну быстрее закричал уснувшему другу олег и кинулся к веслу славик только успел схватить шест как бешеная струя понесла лодку к левому каменистому берегу резко ударившийся камни носом она уперлась трансом в поток который уцепившись своей цепкой хваткой понес ее обратно в жернова бешеной струи и опять время для путников на миг остановилась спустя несколько минут лодка только что стремительно пролетевшая свирепую воду спокойно продолжала дрейфовать вниз по тихому течению но в ней уже никого и не было олег четко чувствовал под ногами дно но встать и зафиксировать положение тела ему никак не удавалось так как течение было довольно таки сильным а волны швыряли тело из стороны в сторону его постоянно относила от берега при попытках на него взобраться скользкие камни как будто намеренно подставляли ему подножки на одной из которых олег упал машинально он выставил правую руку он рухнул между камней а кисть его попала на камень соскользнула с этого камня и угодила под лежащий рядом валун и как ему показалось что где-то что-то хрустнуло он скорчился от пришедшей резко режущей боли он громко закричал и увидел бегущего к нему славика чё за непруха то а выругался олег и перевернулся на спину прорвемся недалеко уже осталось прокричал славик и сел с ним рядом вода бьющиеся о камни издавала такой грохот что на расстоянии в пять метров невозможно было объясниться не повышая голос куда прибила лодку ты видел спросил олег смотря на свою трясущуюся руку которая начала синить выше кисти и распухала прямо на глазах не не видел утонула наверное с досадой ответил славик да какой нахрен утонула она же деревянная просто уплыла и все скорчившись от боли опять выругался олег мужики были вымотаны и морально и физически оставалось пятьдесят восемь километров хода а уверенностью благополучном возвращении становилось все меньше и меньше даже будучи в городе можно выйти из дома и не вернуться или прийти по калечным а путники находились довольно недружелюбной для них местности далеко в тайге если проходить по 15 километров в день за четыре дня выйдем плод уже вряд ли удастся построить да и жрать опять нечего все было в нашей лодке и снег сволочь пошел шишку даже не найти чего делать то будем а спросил славик смотря куда-то далеко далеко вдаль спички целые вот только намокли сушить надо а а негде пошли искать сухое место какое-то а то прям на берегу в ледяные статуэтки превратимся вставая сказал олег и путники медленно поковыляли прочь от зловещей воды которая продолжала стремительно уноситься куда-то вниз не обращая на них никакого внимания до вечера удалось высушить спички и развести спасительный костер без которого замерзшие до изнеможения мужики не представляли никакого дальнейшего существования алик сидел молча прислонился спиной к огромному такому кедровому стволу периодически комкал в одной руке снежки и прикладывал их к распух к распухшей и горящей от жгучей боли его руке а славик подкладывал сухие ветки которых счастью было в этом месте в изобилии и что-то монотонно рассказывал пытаясь хоть как-то отвлечь своего друга от травмы вот так и прошла еще одна почти бессонная ночь в сибирской глуши в большой избе работников метеостанции уже с утра было тепло хозяин семейства лет 50 имел привычку вставать очень рано и пока все спали то он затопливал печку заваривал ароматный чай и начинал будить всех остальных из-за чего часто выслушивал недовольное ворчание в свой адрес его жена красивая русская женщина лет так 45 принималась готовить завтрак а крепкого телосложения сынок унаследовавший спартанские формы своего отца после утренних процедур со своей женой шли снимать данные с метеоприборов которые были установлены на крыше отдельного строения и начал вводить их в базу данных себе в компьютер который стоял внутри здания для обработки информации днем и учебы вечером периодически связываясь по рации с большой землей они передавали данные о погоде уровне реки глубину снега также сила ветра в данной местности во времена коллективного осваивания дальних рубежей нашей необъятной родины с целью добычи полезных ископаний ископаемых молодой геолог после окончания института по распределению попал в эти края где и встретил красивую жизнерадостным взглядом и сияющей улыбкой молодую девушку начинающего метеоролога проходившую преддипломную практику и которая мечтала о светлом социалистическом будущем быстрыми темпами шли лесозаготовка прокладывание дорог а на малых и больших реках появлялось все больше и больше заимок которые впоследствии превратились в жилые деревушки а удивительно красивые и экологически чистые места стали для многих работающих в этих краях родным домом освоившись здесь и привыкнув к данному образу жизни пара и не заметила как в одночасье развалилась великая держава и поставила их перед жестким выбором решили не переезжать они в большой город а остаться рядом с работой да тем более отец и сын не представляли жизнь без охоты и рыбалки когда их сын женя вырос родители отправили его учиться в город но тяга к тайге и рыбным местам все-таки взяла вверх и закончив институт он вскоре появился на пороге родительского дома с большой такой огромной сумкой а за его спиной стояла скромно опустив глаза и слегка улыбаясь молодая рыжеволосая девка готова раздавить свою судьбу с этим молодым человеком построили еще один дом родили ребенка и стали жить дружно с удовольствием занимаясь коллективным трудом во благо себя и своей страны вставай давай хватит бока перележивать зима еще не настало рыбу надо заготавливать каша вон пшенная на печи а ну ешь и есть давай улыбаясь сказала елена алексеевна своему сыну и удалилась из дома спустя час женька обвязанный шарфом чтобы не обветривала лицо шустрой шустро так себе шел нам на моторной лодке поверх по реке над поверхностью которой плотным слоем стелился густой утренний туман сквозь которые пробивали оранжевые лучи восходящего солнца свирепая река в этих местах было настоя настолько спокойное что напоминало какое-то узкое но длинное горное озеро вода здесь как будто отдыхала после своего буйного ската с гор периодически проверяя сетки на ямах выпутывая хариуса и ленка и укладывая его большую алюминиевую флягу женька двигался вверх он мастерски преодолевал мели и редкие узкие порожественные участки весенние поводковые воды подмывая высок высокие берега валили кедры и пихты которые падали в воду и ложились на дно и обглоданные течением зловеще покоились в глубине тая опасность для резиновых лодок и винтовых моторов туристов винтовых женя же не знал все опасные участки не а наоборот женя знал все опасные участки наизусть и в летнее время часто удивлял прикованных берегам для замены обломанных агрегатов или шпонок рыбаков своими ловкими проходами без ущерба своей лодке летний сезон приносил семье хороший доход от заброса туристов на сплав и продажи рыбы но продавал он лишь излишки и относился к варварскому истреблению даров тайги очень скептически бери столько сколько нужно а не столько сколько можешь увезти всегда он говорил приезжим так как изобилие рыбы в тех местах было на высоте и люди часто этим злоупотребляли подъехав к очередной яме с проверкой следующей сетки женька заглушил мотор и начал на веслах приближаться к месту где она была установлена и вдруг в тумане где-то так в метрах десяти появилась черная деревянная лодка которая тихо качалась на мелкой утренней ряби она медленно проплывала мимо женька похолодел ему на миг вспомнилась история о всаднике без головы но перекрестившись и взяв в себя в руки он догнал эту дрейфующую лодку и выволок ее на берег в голову ему полезли какие-то странные мысли вверху лодки все надежно привязано и лежит на берегу вверх дном даже при сильном поднятии уровне реки лодки и будут плавать на поверхности якорясь за эти веревки и никуда не денутся вверх еще никто из охотников не заезжал мы бы их всяко-разно услышали точно не местные но лодка знакомая с нижней заимки по-моему Володкина но он еще дома вот кусочки приросшей травы значит лодка ушла с одного из больших порогов с плавом они на моторе снизу но как кто и спустил на воду-то медведь что ли ухмыльнулся женька привязывая лодку к принесенной течением на остров большой пихте чтобы на обратном пути отбуксировать ее к себе а потом уже в нижнюю заимку а вдруг кто из туристов решил подпакостить и улыбка в миг исчезла с его лица местные недолюбливали приезжих за их неуважительное отношение к природе которая кормила староверов и была их родным домом многие городские которые привыкли гадить под себе продолжали гадить и здесь алкоголь и невоспитанность нередко становились причиной пакости и мародерства избушек местных охотников если не пакость тогда с кем-то стряслась беда а стряслась же с кем-то беда наверное и женька задумчиво посмотрел вверх по течению туман был все еще плотный но солнце уже вышло из-за гор предвещая тем самым скорое рассеивание белой пелены идет потепление и снег на берегах опять растает и лерия с ребятишками можно будет побегать с санями и половить хариуса на нашем берегу думал про себя женька обворачивая рот с шарфом в их верхней заимке стояло еще несколько домов где поселились семьи староверов и метеорологом соседство с ними было довольно не скучно женька перевез на лодке мотоцикл с люлькой и на нем возил с реки воду и другие тяжелые вещи чтобы не таскать их вручную в нижней же заимке которая находилась в километрах так восьми ниже по течению местные староверы практиковали так сказать чудо переправу по воде трактора сенокосилки на остров на деревянных лодках ставили в ряд три лодки застеляли их досками на которые по понтону осторожно заезжал трактор заводили моторы проходили около ста метров вверх по течению и стартовали на другой берег зрелище для туристов было завораживающее конечно хватаясь за голову и открывая от удивления свои рты они хватались за фотоаппараты и старались запечатлеть увиденное вдруг путники услышали звук работающего лодочного мотора который медленно нарастал и все сильнее округлял их уже почти наполовину закрыты от усталости глаза мужики рванули к берегу от волнения их бросило в жар потому как вниз по течению находился конец острова а там слияние большой протоки с основным речным руслом мужики прекрасно понимали что лодка может поплыть по этой протоки и просто пройти мимо растоптав их не первую а может и последнюю надежду вообще на спасение и они начали громко орать так как добежать по берегу до слива было невозможно из-за того что река здесь плавно поворачивала направо и галечная часть берега переходила в крутой откос а на верхней части находился трудно проходимый бурелом звук мотора становился громче славик с досадой посмотрел на своего друга олег прыгал на одной ноге вытянув как гусь шею и кричал хриплым усталым голосом бережно держа здоровой рукой трясущуюся распухшую синюю руку глаза олега налились слезами но на лице было чуть заметная улыбка улыбка не радости а человеческого отчаяния в пучине безысходности и обиды за нее славик вдруг замолчал воспоминания из юности как молния хлынули в его голову он вспомнил как отслуживший год еще в десантных войсках он приехал в отпуск в деревню куда из города переехали его родители пока он был на службе и однажды проходя по мосту через замерзшую речку он увидел трех молодых девушек которые пришли на реку за водой одна очерпала ковшиком воду наполняя ведро остальные голубыми лукавыми глазенками смотрели на проходящего новенького в деревне парня в такой красивой армейской форме скромно они улыбнулись ему и славик пошел себе дальше зайдя за угол дома он услышал пронзительные крики которые доносились с реки из солдат пули рванул обратно одна из девок набирая воду подскользнулась и провалилась в прорубь другие в панике закричали разбегаясь в разные стороны которые и кричали о помощи славик подлетел к злополучному месту в проруби никого не было лишь только синяя женская шапочка зацепившаяся за лед плавала на поверхности парень не раздеваясь и долго не раздумывая нырнул в огромное круглое отверстие и исчез в ледяной синеве тихой речки и спустя некоторое время мокрой до нитки и глубоко дыша он уже сидел на льду возле проруби и держал в руках лежащую на коленях и кашляющую от воды бедолагу кто бы тогда мог знать чтобы страшный парень невзирая на серьезный риск вытащить с того света будущую жену а впоследствии мать своих детей не поминай друг лихом если чё крикнул славик и бросился в воду течение стремительно уносило человека вниз изредка прибивая его купавшим и наполовину погруженным в воду деревьям место было довольно опасное покоившиеся на дне лисины с обглотанными ветвами цепко хватались за штаны так и норовя утащить человека в глубину и упокоить его в своем темном царстве славик с трудом отпихивался от этих цепких пальцев в кровь и исцарапывал себе ноги и пальцы держаться на плаву было нелегко так как намокшая одежда и тяжелая обувь тянули его ко дну а изнеможенная за все время тело изо всех сил пыталась держаться на воде женька уверенно шел вверх его безупречно работающий вихрь браво нес вперед лодку которая рассекала своим носом бирюзовую гладь как слеза чистой воды и прибившиеся на воду остатки тумана он часто оборачивался на мотор так как в это время года в воде было много листвы и она часто забивала вход в систему охлаждения струйка воды резво била из отверстия которые он специально просверлил выше стационарного и по напору воды можно было быть уверенным в том что все работает нормально они постоянно сбрасывают обороты поднимать двигатель и проверять листву в области винта впереди появился остров вода сегодня маленькая если пойду по протоке пару раз шпонку точно сорву если пойду по основному там полно топляка можно и сапог снести все пора уже куда-то сворачивать иначе можно попасть на островную отмель подумал женька подумал женька и резко повернул румпель славик держался берега так как вместе слияния потоков на него нужно было обязательно выкарабкаться иначе течение могло вынести беднягу на середину реки а для ослабевшего человека и даже хорошего пловца это было небезопасно мелко ребя ледяная вода постоянно захлестывала его в рот и славику приходилось делать резкие рывки руками чтобы тело всплывало выше тем самым хватая воздух и вот он услышал очень близко громкий монотонный рев мотора лодка то появлялась то исчезала в огрызках бледного тумана двигалась по направлению к славику и вдруг обороты мотора резко так упали человек в воде закричал но река как специально закрывала ему рот не давая шанса донести его голос до человека в лодке последние же мгновение подумав резко прибавив газ повернул спасительный баркас в другом направлении и славик уже ли созрел уходящую прочь последнюю надежду на выживание женька пошел по протоке он снизил обороты аккуратно варьировал между сложными ветками домных нас на наносов гальки подул легкий утренний ветерок и туман в миг исчез нехотя оголив красоты поймы коварной реки нас эти уходи